Фрагменты из «Царской невесты», «Снегурочки» и «Шахерезада» римского-корского прозвучат в первом концерте музыкального цикла, задуманного Владимиром Кимом. Эта классика актуальна как никогда, уверен руководитель оркестра. Вот этот вот «Русский Восток», которым всегда гордились русские композиторы, особенно вот этой нашей знаменитой «Могучей кучки», они все как-то очень наивно думали, что восточная музыка заканчивается там, где заканчивается вот этот вот «Русский Восток», где вот Узбекистан, Таджикистан и так дальше. Хотя на самом деле, по большому счету, конечно же, восточная музыка, она совершенно другая. Экзотика, красочность, добро – этот музыкальный цикл севастопольского симфонического просветительский. Перед каждым произведением те, кто придет, услышат рассказ об истории создания произведения. Будут зачитываться и фрагменты из них. Будет рассказываться о царской невесте. Кстати, тема очень актуальная. Там будет присутствовать Иван Грозный в лице тромбонов и туп. Иван Грозный, которому недавно поставили памятник в Орле. И вот это все наша история, и как она нарисована в звуках, это, конечно, очень здорово. В планах у оркестра 12-я симфония Шестаковича. Она посвящена 17-му революционному году. Стабот Матер, Пергалезе, Равель, концерт для скрипки с оркестром и концерты с Ивановским хором, а также концерт посвящения Бетховену и повтор классики рока. Ксения Гурова, Павел Красиков, Севинформбюро.